В естественных водоемах Казахстана ежегодно вылавливают около 45 тысяч тонн рыбы. И этот показатель растет. При этом рыбоводные предприятия в прошлом году вырастили почти 15 тысяч тонн товарной рыбы. Чуть меньше половины мы отправляем на экспорт. В стране есть благоприятные условия для интенсивного развития отрасли. Только темпы не такие, как хотелось бы. Причина кроется в нескольких факторах. Их обсудили на неделе депутаты Нижней палаты парламента совместно с представителями профильного ведомства. Прозвучали и ряд предложений. Например, проработать вопрос финансирования для субсидирования рыбной продукции и ужесточить наказание за браконьерство. Но обо всем по порядку. Это программа Межрис Лайв, студия Анна Шолгина. Здравствуйте. В Каспии по подсчетам специалистов осталось около 300 тысяч тюленей. Их численность продолжает сокращаться с начала года. Случаи массовой гибели ластоногих фиксировали не менее двух раз. Последний произошел в ноябре. О том, что могло с ними случиться и как спасти краснокнижных животных в материале «Зауреж Думанкоза». Каспийского тюленя по-казахски называют «идбалок» собака-рыба. И это неспроста. По внешнему виду и поведению он напоминает собаку. Но сегодня эти морские обитатели оказались в бедственном положении. Участили случай их массовой гибели. Ученые бьют тревогу. Численность тюленей резко сокращается. Даже несмотря на то, что его включили в Красную книгу Казахстана. Проблема носит международный характер. Согласно нашему исследованию, мы видим возрастающую нагрузку на экосистему. В частности, загрязнение тяжелыми металлами, такими как обольт, никель. И, соответственно, с года в год происходит такой принцип накопления этих тяжелых металлов. И, соответственно, популяция Каспийского тюленя в значительной степени страдает, в том числе, от загрязнения воды. Вопрос восстановления популяции ластоногих подняли в парламенте. Ведь они своего рода маркер здоровья Каспия. Поэтому восстановление их численности важно, чтобы сохранить биоразнообразие. Однако многие проекты еще не реализованы. Годами не решаются проблемы экологии и сохранения морской экосферы. Например, до сих пор не создан природный резерват по сохранению популяции Каспийского тюленя. Нет пока эффективных механизмов по борьбе с загрязнениями морской акватории, действующими там нефтяными компаниями. Недостаточно ведутся меры по реализации соглашения о сохранении и рациональном использовании биоресурсов Каспийского моря. Сейчас специалисты разрабатывают естественно-научное обоснование, объяснили в профильном ведомстве. Его результаты будут известны в начале 2023 года. Мы сейчас заканчиваем разработку ЕНО. Это естественно-научное обоснование создания этого резервата. Я имею в виду, что касается биоразнообразия, в частности Каспийского тюленя. Данную работу мы планируем закончить где-то к концу января следующего года. Потом после этого приступим к разработке техноэкономического обоснования. В техноэкономическом обосновании уже все будет конкретно учтено. И сама площадь этого резервата, условия содержания, сам его статус и так далее. Поэтому эту работу мы делаем. Министр также рассказал о предполагаемой причине недавней гибели более статю лени в Мангуставской области. Это могло произойти из-за возможного выброса сероводорода. Но окончательные выводы будут сделаны после тщательного анализа. Тюлени, вы сами знаете, они для того, чтобы набрать кислород, на поверхность всплывают, вдыхают воздух и дальше уходят на дно. Поэтому возможно, что был, может быть, какой-то выброс газа, который и повлиял на гибель этих тюленей. Но я вам хочу сказать, что на сегодняшний день в Каспии вообще находится по нашим данным порядка 300, более 300 тысяч особей тюленей. Народные избранники также призвали бороться с незаконным рыбным промыслом и изучать причины обмеления Каспия. Вопрос рыбного хозяйства напрямую зависит от качественного состояния водных экосистем, от управления водой. Тем более все эти вопросы находятся в одном министерстве. Но, к сожалению, мы не видим, как они взаимосвязаны. В программах по восстановлению водных экосистем главным индикатором должны быть восстановление рыбного стада особенно ценных рыб. В сохранении популяции тюлени не последнюю роль играет и разъяснительная работа с местными жителями и рыболовами. Заврежду Манкозе специально для Можилис Лайф. Больше 60 миллионов тенге штрафа выплатят браконьеры за незаконный лов рыбы. Об этом на правчасти в Можилисе заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов Сирик Калибрикешев. Всего в стране зафиксировали около 4,5 тысяч случаев браконьерства. В ведомстве также предложили ужесточить наказание и повысить сумму штрафов с 20 до 50 МРП. За повторное нарушение грозит арест до 15 суток. О том, что браконьерство – одна из главных проблем в отрасли, говорят и депутаты. Браконьерство является большой проблемой для развития рыбной отрасли и одними мерами преследования эту проблему решить невозможно. Поскольку, несмотря на увеличение и ужесточение ответственности, браконьеры возвращаются к недобросовестному промыслу. На наш взгляд, необходимо улучшить работу и финансирование территориальных подразделений и подведомственных организаций министерства, занимающихся охраной окружающей среды. Проявление вандализма добавили в число экологических правонарушений. Соответствующие поправки приняли депутаты Мажелиса. Обоснование представил руководитель рабочей группы Голымжан Елеов. Изменения, в частности, коснутся заголовков законопроектов. Планируется усилить наказание за незаконное пользование недрами, а также вырубку деревьев и кустарников. Граждан, которые засоряют леса или причиняют вред особо охраняемым природным зонам, ожидают высокие штрафы. Сейчас члены рабочей группы завершают работу над поправками по вопросам усиления уголовной и административной ответственности за экологические правонарушения. Их еще предстоит рассмотреть депутатам Мажелиса во втором чтении. Первое, отмечу, прошло в июне этого года. Более детально о том, что ждет нарушителя, узнал мой коллега Лешарнакипов. Далее наша постоянная рубрика интервью. Более подробнее эту тему обсудим с депутатом Мажелиса парламента Йолдосом Абакановым. Йолдос Нурболович, здравствуйте. Для начала расскажите, пожалуйста, какие экологические проблемы у нас есть в Казахстане и насколько остро стоит этот вопрос? В последние годы именно экологические проблемы вызывают больше всего социальный резонанс в нашем обществе. То есть это и вопросы связаны загрязнением воздуха, загрязнением воды, незаконной порубки деревьев. Одним словом, экологических проблем в нашей стране немало. В этой связи расскажите, как планируете решать проблемы? Может быть, планируется ужесточение наказания или вводить какие-то штрафы новые? В сценах Мажелиса парламента как раз обсуждается и буквально недавно прошло первое чтение проекта закона по внесению изменений в кодекс об административных правонарушениях и в уголовный кодекс. Если мы говорим про уголовный кодекс, то там были ужесточены ряд статьй уголовного кодекса. К примеру, эти статьи были именно направлены на незаконную добычу недр, в том числе и природных ресурсов. А сейчас по этим статьям имеется только уголовный проступок. То есть, когда выявляются факты незаконной вырубки деревьев на территории, особо охраняемых территорий, либо же незаконной добычи недр, приезжают правоохранительные органы, проверяющие органы. Они могут возбудить дело, но так как это является проступком, следственные действия не происходят. Теперь эти три основные статьи переходят из уголовного проступка в наказание уголовное. То есть, по ним, как положено согласно процессуального кодекса, проводятся все процессуальные действия. Проводится следствие, выявляются потерпевшие, определяются лица, кто совершил эти правонарушения. И самое главное, по этим статьям определена именно в проекте уголовная ответственность и лишение свободы от одного до трех лет. Касательно административного кодекса, то там есть ряд статей, по которым идет условное ужесточение. То есть, это вопросы, связанные с порчей земли. В этой части, к примеру, мы с коллегами дали поправку, чтобы усилить ответственность, то есть штраф, по крайней мере, в два раза увеличить по порчу земли. Потом отдельно это вопросы, связанные с загрязнением водных объектов. Нарушение правил посещения особо охраняемых территорий. Любая территория особо охраняемая, если там существуют реакционные зоны, где человек может посещать, отдыхать и так далее, он должен соблюдать определенные правила, то есть за собой убрать мусор, очистить тот участок и так далее. В этой части также были ужесточены немножко наказания. Теперь, как бы, по крупным предприятиям в 2021 году было ужесточено наказание, чтобы крупные промышленные предприятия внедряли наилучше доступные технологии, чтобы они были более открытыми в части информации. То есть с 2025 года все предприятия должны перейти на автоматизированную систему мониторинга. То есть все данные напрямую передаются уполномоченным органам. Министерство экологии сейчас проводит комплексную работу, чтобы предприятия могли устанавливать технологии современные, наилучше доступные, но и ужесточают именно выдачу экологического разрешения. Согласно КОАПа, действующего законодательства, предприятие сегодня может работать в рамках определенного лимита разрешения, то есть по эмиссиям, по выбросам. Отдельно хотелось бы остановиться на деятельности компании ArcelorMittalTimerTal. В связи с последними событиями горно-металлургический гигант сейчас на слуху. Из года в год предприятие нарушает экологические нормы и выплачивает за это штрафы. Однако складывается впечатление, что предприятию легче выплатить его, нежели чем решить проблему. В этой связи что предлагают депутаты и профильное министерство? Он одно из крупнейших предприятий, более 300 тысяч тонн. Если на всю Карагандинскую область порядка 500 тысяч тонн загрязняющих веществ, он там выбрасывает порядка более 300 тысяч тонн. Предприятию Министерство экологии на самом деле сейчас, и они не раз об этом заявляли, что будут ужесточать требования, чтобы крупные промышленные объекты ежегодно снижали объемы своих загрязняющих веществ. Если выявляется сверхлимит загрязнения, то в первый раз идет штраф, в второй раз увеличенный штраф, и в третий раз это приостановка предприятия. То есть этот механизм уже у нас отрегулирован в рамках законодательства. Отдельный вопрос это касается, когда предприятия, которые работают, но не исполняют свои обязательства. То есть когда они получают разрешение, они разрабатывают так называемый ППМ, план природоохранных мероприятий. В этом плане определен перечень мероприятий, которые они обязаны реализовать для снижения объема выбросов. Не всегда этот план качественно исполняется. И за счет этого те показатели, которые предприятия заявляют изначально, они иногда и не достигаются. Либо же берут разрешение на эмиссию в увеличенном количестве. То есть они берут условно с запасом 100 тысяч, когда по факту у них может быть выбросов 60-70 тысяч. Надо тоже с этим как-то решать этот вопрос на законодательном уровне. Но я одно знаю, что сейчас как раз Министерство экологии разрабатывает пакеты изменений в экологический кодекс, чтобы именно отрегулировать эти вопросы. Елдос Нурбович, спасибо вам за то, что так развернуто ответили на наши вопросы. Вам спасибо. И давайте беречь нашу природу. Рыба есть, но изучать ее некому. В Казахстане не хватает ихтеологов. Специальность эта настолько непопулярна, что многие молодые люди даже не знают о ее существовании. Если оставить проблему без внимания, то уже скоро это может негативно отразиться на рыбной отрасли нашей страны. Рауль Габитов с подробностями. Увеличить экспорт рыбы до 300 тысяч тонн. Такая задача стоит перед Казахстаном в течение ближайших семи лет. Но как ее выполнить, если не хватает специалистов? По этой причине, например, владелец рыбоводческой фермы Марлен Турсуналюла не может выйти со своей продукцией на рынки других регионов страны. В нашей стране насчитывается около 48 тысяч водоемов. Если сравнивать с соседними странами, Узбекистаном и Кыргызстаном, то в Казахстане самые удобные зоны для рыбоводства. Но специалистов ихтеологов немного. Из-за их дефицита рыбное хозяйство у нас развивается медленно. Отучиться на ихтеолога можно в 13 вузах и колледжах Казахстана. При желании специальность можно получить бесплатно. На нее ежегодно выделяют гранты. Вот только желающих посвятить свою жизнь рыбному хозяйству немного. Из 110 грантов, выделенных в этом году, освоены всего 30%. Все потому, что молодежи эта профессия неинтересна. Но нельзя сидеть сважа руки. Правительство с ответственными ведомствами должно в кратчайшие сроки разработать план выхода из этой ситуации. Эта работа не терпит отвагательств. Еще два года назад в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов разработали план развития рыбной отрасли. По ней до 2030 года планируется обучить 4000 ихтеологов. Но возможно ли это в нынешних реалиях, покажет время. На сегодня в Астане, Алматы, Шемкенте и Актобе проживает 36% населения республики, где генерируется примерно треть ВВП страны. На их долю приходится больше 60% привлекаемых иностранных инвестиций. При этом окружающие эти центры притяжения районы и небольшие города развиваются не столь динамично. Между ними имеется огромный разрыв в экономическом и финансовом плане. Для решения проблемы по поручению президента в Казахстане предлагают внедрить новую модель управления агломерациями. Соответствующий законопроект сейчас находится на обсуждении в Можилисе. Разработчики предлагают создать совет по агломерациям при правительстве, а также на местном уровне. Акиматам регионов предоставить возможность совместного финансирования социальных проектов, чтобы решить проблему, например, нехватки и перегруженности школ и больниц. Агломерация сегодня позволит нам взаимодействовать двум бюджетам. Сегодня такого закона нет. Два бюджета не могут между собой, только при чрезвычайных ситуациях и так далее. Закон по агломерации дает возможность двум сопоставимым бюджетам, допустим, Алматы и Алматинской области, совместно на тех территориях, которые входят в эту агломерацию, делать инфраструктурные проекты. С Алматинской области люди едут сегодня в Алмату, в больницу, в школы и так далее. А Алмата, имея сегодня деньги как донор, она не может вкладывать в Алматинскую область, потому что это законом запрещено. Поэтому вот этот закон по агломерации, он позволяет вот такие вот социальные проекты, в котором заинтересован центр агломерации, может эти проекты делать. Доработанный вариант законопроекта по внедрению новой модели управления агломерациями планируют рассмотреть в первом чтении уже на ближайшем пленарном заседании. Такой была неделя в Нижней Палате парламента. Это программа Межрис Лайв. Увидимся ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин